так ну что друзья потихоньку помаленьку вот здесь будем ставить палатку между подберезка и вот это чтобы растянуть потом эти как не называется ну штучки сейчас похожу там покопаю похожу покопаю так ну ладно а Тучами все заволакивает что-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Теплый пол И наш дом сегодня Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Вот у нас теплый пол Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует... Вот, заходим в палатку внутрь, вот дверь, и зонтичного типа она. Раскрываем. Победение. Сил нет. Продолжение следует... Кое-как. Так. Продолжение следует... Так, это выкручиваем шток. Вот она вот такая. Раскрываем. Так, надо просто... Дело в том, что, друзья, надо максимально ее расправлять, потому что внутри будет больше пространства. Печка, не помню как называется, камин, малая. Вот такое вот чудо с экранами. Так, как будет стоять? Вот так. Один экран я убираю, чтобы была красота. Ручка оторвалась спереди, была ручка такая из нержавейки. Вот, вот такая вот оторвалась. Ну, потому что я за нее тягал, понятное дело. Так. Труба более-менее. Так. Имеются вот такие ножки. Вот эта штука похожа на подсумок от магазинов для автомата MP40. Пистолета-пулеметов. Да! Ого. Ого! Труба очень красивый. Ого! Ого! Устанавливаем ножки. Главное, чтобы сегодня волки ко мне не наведались. Очень много следов лося и прям свежие вот сегодняшние и следов волков. Почему я говорю сегодняшний? Потому что вчера шел снег. Сейчас мы почистим еще окошко, хотя оно когда начинает гореть. Она когда начинает гореть сама очищается. Так вот такая вот красавица. Что нам еще надо? Ничего больше не надо. Вот такая вот красавица у нас печка. В эту палатку больше печь не нужно, но единственное больше печь чем хорошо, что вот ее поставил. Большую печь поставил и она дольше, ну можно дольше рассчитывать горение. Дверь в палатку. Супер! Опа! 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 Так, все, дверь готова. Так, надо оттяжки. Так, ладно, сейчас буду растягивать. Каждое дело это прям спецоперация. Поехал за дровами вот тут, ну на берегу, по льду. Ну так надо, больше нету ни где вокруг. Вот, и короче, чтобы не встрять, это так все долго. Короче, вообще. Сейчас быстро затопим печечку, чтобы остыла, потому что техника уже замерзает. Либо не нюхаю, либо не пахнет смолой. Не могу унюхать, к сожалению. Вы знаете, почему переболел я ковидом. Дров привез с излишком. Охм. Хам. Я ледю. Охм. Хам. 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 Пойдемте затапливать, пойдемте затапливать Пятюру сейчас выберу, вот эту пачку прям возьмем Вот такую стружку делаю Стружку сепочки Друзья, все очень сложно, прям очень тяжело Вы там мне можете сказать, вот мы там, или я там, ну понятно Я просто говорю как есть, могу не говорить, но я говорю Давай пятюра Пойдемте затапливать Друзья Ну друзья Ну что Труба, друзья, у нас вот так вот, это потому что Особенности Особенности моей установки Вот Ну пусть Пусть потихоньку, потому что все должно греться, друзья Все должно греться, все должно согреваться Сейчас на вечер сделаем полешек И костер надо будет тоже откапывать, где-то делать Может быть костра даже и не будет Хотя Как это без костра, да Как это все, фан, блин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, пошла Печура Наконец-то хоть какая-то радость Хоть какая-то радость Печку затопил Для этой печки дрова колю большие и маленькие Большие топить там пока я не сплю Ой, а да, а маленькие на растопку Если я проснусь там, провороню О Пошла, да Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, друзья О, наконец-то Закрываю я дверь Сейчас немножко снег еще выкину Ну что, друзья Темнеет Сумерки такие Фонарь зажжет Так вообще кажется Значит, сейчас выдвигаемся к острову До острова где-то метров Четыреста, наверное Чуть меньше Вот Живцок оттаиваю Будем ставить жерлицы С собой возьму рюкзак И карабин И ящик Вот В печку накидаю дров Как раз сейчас Через 15 минут выйду Все сушится там у нас Все классно Придем уже покажу Как там быть Как что Вам же интересно Вот В общем Ну это, конечно, друзья Тяжело вот так вот Тяжело Тяжелая тема Сейчас еще тащить мне все туда Бур надо будет еще взять Вот Поставлю жерлицы Ну и попробую стукануть на Лима Рассказываю Мы с батей В апреле Прошлый год Начало темнеть Мы с ним уже ехали С озер там Рыбачили Сюда заехали проверить Батя просто опускает Вот там такая гильза В гильзе Ну гильза от 16 калибра В гильзе этот Ну Шарик То есть Стучит Два стука Вытаскивает на Лима На двух И начал он мне рассказывать Он мне здесь Ходили пешком Вот И начали рассказывать Как это Как здесь рыбачили И так далее По утру он сказал Клюет окунь хорошо Но рано С рассветом Насчет палатки Друзья Следующий раз Буду И вы тоже Имейте ввиду На снег Прям кладете Сначала сверху Вот этот вот Большой пол Теплый И вот Прям по нему Ходите И еще где-то Ну метр По бокам Надо будет Сделать Потому что Ну откапывать Потому что Я вот как-то Не могу Установить Не могу Нормально Растянуть И поэтому Труба кривовата Потому что Печка стоит Немножко криво Вот Значит такие дела Все Встретимся Дров заготовил Березы даже Вот там Сухая валялась Вон Полулежачая такая Вот Березы даже Заготовил Все Сейчас короче Ну собираюсь И идем Мороз по-моему Стихает Завтра по-моему Оттепель Ну будем Как-то отсюда Выезжать Ладно Все давай Все взял В рюкзаке Сейчас придем Там Снарядимся Снабдимся Про Про Ой Просверлимся И надеюсь Что будем долбить Больших налимов Да Это конечно Приключение Я как Как-то вот подумал Что завтра Все это собирать Упаковывать Тоже Мало Ну Мало приятно Как говорится Ну ладно Так Сейчас откроем Побольше Сгромоздим Вверху Карабинчик Хрен знает Чтобы никто На нас Не напал Все Все готово Все топится Все сделано На вечер Все сделано До десяти Четыре Да блин До десяти много Ну посмотрим Ну посмотрим Сейчас уже темнеет Как будет себя Вести налим Ну что друзья Дошел Темнеет Берега уже плохо видно Где есть Вода Где нету Потом опять Есть Короче Мне кажется Если бы я Второй раз Сюда Рванул Сейчас О Вода Сейчас Буду показывать Как я буду Снабжать Снасть По многому Не особенно Так Сейчас Просверлил Жерлицы И вернемся С нашим Разговором Смотрите Вот у меня Такие Удильники Вот Вот они Это еще Батя с дедом Рыбачили По моему Так Значит Берем Вот это Леска Тут 0.4 О Смотрите Видите Вот так Вот Отматываем Мотовило Раз Но это Потом Когда мы Найдем Сейчас Будем Стукать Постукаем Потом Начнем Самоловки Вот Смотрите Вот такой Колокол Вот такой Колокол Это у нас Наналима Вот с таким Крючком Цепляем сюда Хвост Любой Рыбы И Вот так Вот Все Поводок Не надо Единственная Моя проблема То что я Не купил Еще Я хотел Но Позабыл Как обычно Друзья Вот бы было здорово Если бы я сюда добрался И если бы не было воды Я бы он золоченовал Прямо на острове Вот Сейчас я вам покажу И вот большие Жиголовки Можете Обычные Блесны В общем Чем хотите Вот Смотрите Вот Вот такая вот Преблуда Так Это пока мы Откладываем На всякий случай Вдруг оборвет Или резко Надо будет Что-то предпринимать Вот Теперь Берем рыбину Хвост окуня Отрезаем Вообще Можно просто На мясо Можно на курицу Вообще На что хотите Вот так вот Цепляем Опа Чтобы вот так вот было Вот Все И И ждем Друзья Так Где у нас луночка Здесь есть Но пойдемте сразу туда Давайте просто По луночкам По лункам По луночкам Ну а так вот Берега просматриваем Все Отматываем Глубина здесь Должна быть нормальная Вот так вот Отматываем Хорошая глубина Метра четыре Ух ты Хорошо сел Хорошо О Так Вот Тут такая прорезь у меня И вот так вот Раз Два Три Подержали Раз Два Три Подержали Это называется Ловить налима на стук Древний способ Есть конечно Ну Хорошие прям Хорошие места Где ловят налима Прям вот Супер Специально они Но я вот хочу Именно это Потому что Оно у меня Оно у меня С детства Вот И прошлый год Батя здесь Ой Позапрошлый наверное Батя здесь Вытащил большого налима Вот он просто вот так Раз Раз Буквально Две минуты Мы что то остановили Здесь проверить Самоловки Я вам скажу Мороз усилился Сейчас наверное Ну точно больше 15 градусов Все Он обмерзает Очень сильно Я делаю по 3 штучки Раз Два Три Подержал Раз Два Три Подержал Я как сейчас помню Первый раз Когда я Долбил налима Было это на слиянии Двух озер Там такая протока Очень известное место Все знают Там бывает по 19 человек сидит Ну ладно Я конечно такую рыбалку Не очень Когда много народу Ну ладно Уж поехали Михайлович Сыном остался В избе А мы с мужиками Рванули на мотособаке И тоже налить Вот такая была Короче Порыбачили Было минус 30 Жгли костер Там все дела Вот И это Ну и Поймали налимов Штук наверное 15 Были такие хорошие Были сходы Вот Вообще налима Интересно стучать Тук 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 Прям чувствуешь Так интересно Вот Были сходы В общем Наловили хорошо Я просто был в кайф Ну Обалдел Вообще Я даже водку Мужики там водку пили Я даже водку не пил Вот А потом ехали назад Попали в налить На мотособаке Ой Ну мотособаку Ты что втроем Мы втроем были Я с саней упал Короче Потеряли меня Конечно Лунки близко Нет смысла Вот допустим Мне идти За 3 метра Здесь постучать И за 3 метра Идти туда стучать Как то я вот это Не подумал Свежие следы лося Следы волков Много Птиц Не очень Косачей Вот я видел Штук 25 Наверное Мне будут поймать Налимчика И все Самолет летит А прошлый год Было вообще интересно Мы с Михалычем Половили В палатке тоже На снегоходе Приехали Половили Только мывали Тоже мороз Такой Северное сияние Луна Луна не помню Была или нет Ну ладно Не суть И в общем Такое северное сияние Мы сидим И начинают жерлиться На лим Мы пошли кормиться Короче Вот И это И я такой, Михалыч уже спать пошел Я тоже собирался, думаю, дай камеру опущу Опускаю камеру, там ну лимб такой Ну подводная камера, у меня есть калипсо А там ну лимб такой плывет Блин, это конечно было интересно Кто-то вот так постоянно делает Ну без, как его Как он называется-то, ё-моё Ну без остановки Так Ладно Сейчас мы Будем ставить жернице Оборудование мёрзнет Поставлю жернице Ну две, сейчас еще две поставлю Это друзья так В лесу так Вот так вот делают Все, ну интересные нюки всякие Так, ладно, доставляем жернице самоловки Пока не клюет Короче, друзья, просидел три часа Мороз усиливается Хотя говорят, что оттепель мне Я домой позвонил, сказали, оттепель как будто Короче, ноги замерзли Я же когда снегоход Ну вытаскивал у меня это Как его Попала вода, короче Ну не вода, снег Он растаял И теперь холодно В общем идем в избу Ой, в избу Господи, уже за это Заикаюсь, короче Идем В палатку И все уже Начинаем Надо поесть что-то приготовить Не знаю Хотя сало, блин Поем сало, наверное Да и все Или пожарю стейк С хлебом Не знаю У меня вот Прям голова что-то побаливает Короче, не смог По налиму не смог Оставил жерли здесь Пять штук Поставил Вот И все Отправляемся Включимся Посмотрите, как на штаны налип Это жерсть какая-то Честно Так я никогда не устал Ниферда Вон она Моя палатка Ого Ё-моё Ё-моё Вот она Вот она Моя палатка Там, наверное, тепло Очень сильно Хорошо Устало Все, друзья Первый раз у меня такое Я не жалуюсь Не надо мне писать Я не жалуюсь Еще что-то Ничего я не жалуюсь Просто Это серьезно Термос Ноги, ноги Посмотрите на штаны Это просто ужас Так, посмотрите Карабанки Ой, тепло Тепло Угольки Угольки, друзья И в палатке Тепло Угольки 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 К сожалению градусника нет Неизвестно какая температура Но тепло, я думаю Плюс 15 палатки точно есть Так, что надо? Продолжение следует...